Николай Анатольевич Савельев, коротко, пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Антон Геннадьевич, хотел еще раз напомнить про Авиалесохрану. Мы этот вопрос держим на контроле. Упорный, упорный. Я не хотел задавать его вопрос, но раз выступление, тогда можно напомнить. Я знаю, там работа идет, просто мы об этом помним. Но на самом деле вопрос у меня был по аграриям. Ставка 17%, наверное, она для аграриев будет достаточно большой в посевную 2015 года. Там еще плюс в уборочную. Хотя, я думаю, определенные расчеты правительства есть. Но самый главный вопрос в сегодняшней повестке, которую мы обсуждаем, правительственного часа, это дальневосточная генерирующая компания и дальневосточная энергетическая компания уведомили субъекты Дальнего Востока, в том числе и Амурскую область, о том, что банки в одностороннем порядке пересматривают процентную ставку по кредитам. И те кредиты, которые были 10-12%, сегодня предлагается выплачивать процентную ставку по 34%. При этом хотелось бы заметить, что это кредиты еще с РАО и ЕС, которые им достались по наследству. Ситуация там достаточно непростая. Понятно, что это ляжет на тариф, если это произойдет, тем более там банки еще с госучастием. Ляжет на тариф. Понятно, что это будет определенный виток инфляции и социальная напряженность. Хотелось бы, выступление Антона Германовича прозвучало о том, что будет субсидирование процентной ставки предприятий. Хотелось бы, чтобы такие предприятия, базовые, по крайней мере, для Дальнего Востока, для всех субъектов, попали в список данных предприятий по субсидированию процентной ставки. Спасибо большое. Ваши впечатления от сегодняшнего заседания, в частности, о том, что вам запрещено? Ну, первый вопрос. Хорошая новость у нас для аграрников. В последнее время ходило много различных слухов, разговоров о том, что могут запретить или ограничить вывоз сои за границу, то есть, что все было потреблено на внутреннем рынке. Эти разговоры беспочвены. Подобные вопросы в Комитет по аграрной политике Совета Федерации не поступали, и никаких предпосылок для принятия такого или разговоров их нет. То есть, все, как идет в рыночном режиме, можно торговать хоть с Китаем, хоть с Кореей, хоть с Японией, хоть внутри нашего рынка. Это первая. Вторая новость хорошая для сельхозпроизводителей, то, что весенние кредиты на пассивные работы будут на уровне 17%. Сегодня министр финансов это озвучил, что ставка будет 17% и поднимать ее не будут. Дальше все будет субсидироваться. Это первое. Второе. Если говорить вообще сегодня о хороших новостях, был заслушан антикризисный план правительства. С 1 февраля поднимается размер пенсии на 11%. Еще одна хорошая новость. Также освобождаются от налога индивидуальные предприниматели, которые занимаются промышленностью, то есть производством, и которые занимаются оказанием бытовых услуг. Они будут освобождены от налога на 2 года. Людям, имеющим разрешение или доступ к материальному капиталу, к материнскому капиталу, можно будет получить 20 тысяч единовременно с этого капитала на различные нужды. Мало ли на какие. То есть целый комплекс антикризисных мер, которые озвучил сегодня Антон Герман Силуэнов, министр финансов, которые как-то несколько облегчат последствия санкций, ну и как-то разрядят немножко ситуацию. Это первое. Из проблемных вопросов, которые у нас сегодня были, которые были поняты, это нас беспокоит прежде всего ситуация с дальневосточной энергетической компанией, дальневосточной генерирующей компанией. Это те предприятия, которые нам поставляют, производят и доставляют электроэнергию. Банки в одностороннем порядке предупредили данные предприятия о пересмотре процентных ставок по кредитам до 34%. Выразили беспокойство по поводу того, что может быть поднят тариф для населения, хотя, я думаю, до этого не дойдет. И министр финансов сегодня сказал о том, что вопрос субсидирования, он рассматривается. Так как это даст и разгон инфляции, и будет некоторая социальная напряженность. Поэтому вот эти вопросы сегодня рассмотрели, подняли вопрос по энергетикам, чтобы этого не произошло. Причем это касается не только Амурской области, но и все субъекты Дальнего Востока, потому что они на 80% поставляют электроэнергию по Дальний Восток. Поэтому, думаю, все будет хорошо. В целом, доклад министр удовлетворительный. Да, очень обширный доклад с антикризисными мерами. Понятно, будет нелегко. Меры предусмотрены на два года в этот период. Дальше будем смотреть. Раньше все закончится, значит, раньше будем принимать какие-то отдушины, чтобы оно все было несколько полегче. А так, в целом, доклад был достаточно хороший, профессиональный. Спасибо.